В соборе на реале огромную, большую, большую позицию сцены Геянина, мы знаем, что это странная, как грешница, вечеринка, именно расположена по стенам боковых ныр, над панелями полинетей. Они таким образом обособлены от основного назоветного цикла, занимающего соборный трансепт. Обращает внимание расположение сцен на небольшой высоте, прибежной к зритию. Особенностью цикла чудес является его изображение в ней сюжетной последовательности и важной сухой исполнения. Исследователи отмечают географический принцип организации обширного цикла чудес-корестан на реале. На стенах Южного НЭПа, к сожалению, сейчас я не смогу вам показать, на стенах Южного НЭПа изображены чудеса, которые творил Христос, Тирис, Донь и Галилея, исцеление Бесноватого в Капернардоне. На северной стене, северного НЭПа, 7 сцен, связанных с людьми, события произошли по дороге в Гусалим, между Самарией и Галилеей, по дороге от Иерихона к Русалиму, ну, могу называться, я не знаю, с лицом, к Прибертию Русалима или в самом Священном Граде, то есть мнение из знаний до дворцев и скрам, то есть грешницы, церкви, церкви и т.д. Перед нами пример воссоздания, через изображение сцен чудес, условной топографии Святой Египетки, которая имеет в своем завершении новинцом образу Иерусалима, представленные также сценами страстей, непосмертных людей на стенах Транцеппера. Зазерцание мозаичных композиций в метро-соборах можно приравнять к совершению паломничества Святому Граду, когда в городах-поселениях Палестины, в мыслях, в зоне паломника, возникают произошедшие здесь сакральные события. Но подобном восприятии сакральных мест Палестины свидетельствует мой верный Саня Храдеев, Святую Зелую, ну, например, текст русского странника Игумена Даниила, посетившего Палестину в 2006-2008 годах. Даниил, цитировал, обошел всю землю Градеевскую, где Хрестовый Болст, Болст наш ходил своими стопами и где ибил, великий еще истатный, а там подробно как описывает, вспоминая и ванну, сцены. Сакральную топографию Палестины в Малеарию дополняют цены ветхого завета в центральном Нейклер, который представляет пустыню, землю Палестины, вертся тучей фазмы с одинокостоящими жилищами, где-то ходила жизнь при роде свихачения. Таким образом, с собой Малеар Пасты предлагалось духовное паломничество, которое являло собой подлинную авиариджея, царскую дорогу, популярные в монашеских врагах Среду Юкови, аллегорические прачки и милисозерцания, сцен священного писания, ведущие почищение души и без снижения Бога. Это было чрезвычайно злободневно, особенно в XII веке, когда реальное паломничество в Иосифе прякнул широкий размах, христианский мир был внедлён доступностью к вечернему городу. Но есть и другой вариант объединения двух этих мазаричных циклов, но дна оси, будем считать, монреалит, то есть объединению ветковой заветы и цикла чудес. Византийские авторы расценивают чудеса Христа как первый ступень в познании Христа. Помещение в сцену Боговы для собора Малеарит отвечает задачей приготовления вырученного достижения высшего отправления в познание Христа, приближения к нему через ифорицию. В этом преобразовательном смысле сцен чудес созвучен и сцену Верховы Завета, и спинномерно, что в Малеарит оба эти цикла расположены рядом, поддерживая труппу и исполнение этого своего основного назначения. Но тут надо представить, и чтобы знать, что по высушению собора такого типа, то есть длинные, огромные три НЭПа и обширный такой высокий трансепт, определенный стеной, выходит с одним проемом, как это было в Монреаре, чтобы послужение происходило в трансепте, а в Ладнеф только ифористе перед этим проемом, ведущим в трансепт. То есть там, где присутствовал паспорт, как говорится, сказать, она даже не видела самого обряда богослужения, который происходил в трансепте. К исключительно большому циклу чудес, изображенных в Монреаре, приближается их количество в соборных стенописи в Минерском монастырях. Здесь их 14. Сцены расположены в НЭПе собор, вне строгой сюжетной последности, во втором стиле регистрировано, что она тоже расположена не высоко, практически на той же высоте, что в Соборном НЭПе соборе, ну и то есть в ближнем сюжете. Это сходство относительно количества сюжетов в Монреаре Мирском монастырях, как вместо размещения цикла, представляется значимым. Цикл чудес Монреаре имел по всей видимости то же назначение еще одного в системе монументального изобразительного ансамбля, что и Дерушина. По мнению Ольги Юлиной и Тимур, это разветое цикл чудес Мирожи, редкий в лизотистом мире по своему количеству, имеет пенсионерский замысел. В том же смысле некое несоветское поведение можно также предположить до цикл чудес в Краменной Сицидии, после нескольких столетий находившихся власть в арабах, где христианство преследовалось или существовало подскурненность. Отметим также, что в подпредствах Сант-Анджело Информис, созданных около, до, по крайней мере, 1085 года, которые, как и вся южно-итальянская, идущая от многократии традиция монументальной росписи, во многом определила систему мозаик-собора Миндетинского мемориара Анастриана Миража, чудеса и притчи, приставок Сант-Анджело, были представлены восемнадцатыми сценами, 12 бюджетов чудес и 6 луч. То есть количество в целом убийства мемориара. Южно-итальянская традиция также, по всей видимости, оказала свое воздействие на прозвольное развивание развитого цикла чудеса мемориара. Однако, в Сант-Анджело Форн сцена чудеса встреч расположена в трамвологическом порядке, среди других сцен в земной жизни места, в центральном нейк и на большой высоте. То есть система другого подобного. То есть можно считать, что именно византийская традиция, известная нам в последнем письме Рожек, по всей видимости, стала определяющей для музея-чистых мемориаров. При отсутствии монументальной византийской живописи, необходимого для декора трансепта мемориара, для декора мемориара большого количества сюжетов чудес, музей-чист могли обратить, как считают, иконографии этих евангельских сцен известны по византийской книжной миниатюре 11-12 лета. Ну, как вот, здесь вот Евангелие Парижское в 74 и Куравра и Сауна, то, что вот на экране один есть, плод 6-23. Такое обращение предполагают исследователи и в работах мастеров «Санкт-Анджелуэн-Холмес» и «Мирский мастер». Однако по креслу «Санкт-Анджелуэн-Холмес» и «Мирский мастер». Повторим краткий вариант сцен, известный собственно по византийской мемориаре. «Санкт-Анджелуэн-Холмес» «Санкт-Анджелуэн-Холмес» «Им исцеляемый, им воскрешаемый». Редко присутствует один или два из-за постов или «Иминский мастер». На реале же сцены получают развитый характер, а не «Мирский мастер». Причем изображение их и вот этих сценок и классические пропорции, классическая динамичность по движению, также классическая красота липов и эмоциональная выразительность характерны для «Санкт-Анджелуэн-Холмес» и «Иминский мастер». Высокое мастерство художника, способных в свой видительный выразительный изображение человеческих и мастер-холмес, делает, на наш взгляд, неопроверженным мнение Данюса и Целлера, который признавал в них византийских мастеров в 3-4-19-м лет. Однако, в отличие от византийской жизни в этом времени на Балканах и на Трите, сцену чудес поражает не только свои многолюбства, но и сложными национальными отношениями между персонажами, выражаемыми как козами и жестами, так и клядами, что конкретизирует сцену, придает объектру театральность. Особо можно ответить в конкретизацию представленного действия изображения по сути в форме, которое оточнеет место для этого производства. Но, чтобы показать немножко негативную сцену, в первом месте я скажу, так, в исцелении кровоточимой на экране, толпа насчитывает двадцать человек, молодых и старт, на фоне которой изображен и страдающие. Трое в этой толпе это апостол с предотвращенно заглядывающим в лицо отмечения. Молодой Фома и старец у людей смотрит на зрителя, при этом резонерский указан рукой на хвистан, как бы призывает грехи к сопереживанию. Перед нами психологически сложная и одновременно наглядно построенная сцена. В сцене исцеления дочери Хиаира с первым в классе присутствует десять человек домочадцев, женщины и старцы. Один из них изображен плачущим, другим напряженным ожиданием удострияется и чуда. Сам первосвященник оброшенный зритель указывая на поднимающуюся на ложе дочь. Подобные резонеры имеются почти как бесценны. В исцелении Сахарукова пик выступает у людей, находящих первым из зверей краев. В исцелении сакбедной жены указующей на совершение чудо и дели выделены даже пространственные цезуры. Это очень важный персонаж в центре. книж бесказом отходит она шумной пункт шел мозаик. Многоградзые изгрожения и самих исцелений истово молящихся и пропросящих как выражение проказов. С надеждой и удивительным достоинством смотрит на креста обвиняемая премьер деяния. Есть и другие примеры. Например, дочь няньки изображена изображена в драматическом напряженной позе в тот момент осуждения дьявольской напасти, прыгающей в цепях весноватой как бы только ощутившей себя осужденным адресовской одерженности. Место действия большинства сцен показано как происходящие внутри дом как например с дочерью дочери сананьянки как вы видели или здесь в сцене исселения судьи сотен или вне здания перед любым входом как исселение больного водянки и даже на фоне как бы некого городского квартала как в сцене и про просвет участие второй части этой сцены исцеления сабвены жены каждая сцена достаточно точно соответствует указан евангелии месту совершения самостоятельства наблюдаем на сценах чудес высокого стиха конкретности действия как психологически национального так и пространственно не характерно для эзотического искусства но в таком развитом виде незнакомой романтики где мы встречаем ее значение действия происходящие в интервете и больше наглажность этого действия но это выражено достаточно условно и однообразно романскому искусству был постоянно присущ интерес поведительной реальности что называется там же священным реализмом можно считать что развитый евразийный удивительный по своей наглядности сценарь мастерами созданный византийским мастером под влиянием романского искусства которое могло быть знакомым византийскому художнику через книжные миниатюры образцы или образцы монументариста реальных ансамбля монументарной романской по нашему мнению художественная культура романики могла особо впечатлить византийских мастеров мемориалей и в той ее форме которая сложилась в своих послужениях по нашему мнению источником новаторских решений византийских художников работающих мемориалей во многом послужила литургическая драма являющая частью литургической грамот исследована в цикле путешествия Муау в концепте собора изображение конкретного места действия в виде сценической декорации обязательное условие постановок литургической грамот как при выразительной мизансцены подкрепленной мимикой и экспрессивной жесткой персонал мы конечно не видим этого романа исчезла из практики римской церкви уже в 13 веке но множество текстов сохранившихся изданных этих драм они имеют большие комментарии описывают что происходит как происходит которые присутствуют представители как это происходит присутствие среди персонажей резонеров также обязательны условия большинства не заоценок в заключение заметил что указано в качестве новаторской манграции обладает далеко не все сцены реалии большинстве но заветных сцен францертику патолога художники не отступают от византийского францертику сцены решены в условном ключе византийского искусства и пожалуй здесь вот на этом фоне особо как раз выделяются сцены чудес которые можно отнести к гениальным творческим решениям греческих материеческих так как эти многолюдные весильные сцены в силу своего расположения в нижнем кризисках на стенах оказываются наиболее приближенным присутствующим в служении рядовым чьих церквей именно они наиболее ярко и рабочее проповедовали обожественных творческих и вопросы есть какие-то да ну вот надо тут вопрос есть и потом потом вопросы потом вопросы да подозраться для вас ума и последний оклад